мой муж считает меня безответственным я хочу купить электросамокат я его хотела купить еще в прошлом году так вот мой муж меня отговаривает рассказывает мне какую-то ерунду я хотела купить модель хиппер м1 voyage в прошлом году он меня всячески отговаривал результате все эти модели закончились в магазинах остались одни витринные бракованные образцы новая модель этого года хиппера вот-вот появляются продажи он опять меня начинает отговаривать присылает мне видео о том как самокаты взрываются в квартирах начинается пожар говорит мне о том что я безответственная что если я буду ездить с ребенком я точно разобьюсь что это вообще не моё хотя при всем этом он мне периодически говорит что нужно выучиться на права водить машину но такая фигня не только насчет самоката в принципе всегда какие-то мои начинания он критикуют отговаривают и воспринимает как ну какую-то дурость что ли это вообще проблема многих мужей жены и родители детей вот так вот тоже осекают на начинаниях так делать нельзя если ваш муж или жена или ваш ребенок хочет что-то попробовать начать делать новое вам нужно его поддержать и как бы сказать что ты попробуй получится хорошо не получится это будет ли еще один опыт и все не нужно отговаривать и настраивать на негатив так как это делает мой муж я же говно не покупаю у меня вот этот самокат на котором мы сейчас ездим ну вручной да он дорогой это марка пуки я купила его за 10000 рублей на в адрес но потом он стоил на официальном сайте 18 представить обычный самокат не электро 18 штук я сама выбрала эту фирму потому что муж мне не помогал убирать я сама нашла электросамокат который я хотела купить вот в прошлом году я покупаю только качественную технику то есть я в этом во всем разбираюсь этот самокат который я хочу купить ну как бы это уже муж мне показал что новинка вышла марки хиппер он стоит 53 тысячи рублей там дисковый ручной тормоз накачиваем и шины большие большая дека высокая дека вообще короче самокат вообще кайфовый для езды с ребенком для езды по нашему бездорожью самое главное очень хорошие тормоза то есть я не собираюсь ездить на высоких скоростях я тоже не дура я же я невротик я понимаю что по пешеходной части ездить быстро нельзя это пять километров от силы но одно дело когда я еду со скоростью 5-6 километров в час и постоянно толкаю ногой а другое дело когда просто стою и контролирую процесс это легче как бы в этом году мы еще поедем я ребенок 20 кило весит да я сама 52 еще более-менее нормально но извините как бы уже и к осени и уже следующий год как нам передвигаться на автобусах на этих они не ходят они не приходят кстати я сейчас сижу на улице пушкинской рядом с агентством отдых круглый год в этом агентстве работает моя знакомая аня быченкова я покупала путевки только у нее все мои родственники покупают путевки у нее друзья я ее всем советую потому что девчонки в этом агентстве работают ну на совесть подбирают качественные туры недорого и вы будете точно уверен в том что все пройдет замечательно вот очень жду когда же я все-таки смогу прийти к ней купить тур в египет или в тунис я сейчас на площади пушкинского театра кстати у нас пушкинский театр знать какую фишку вел если ты опаздываешь на спектакль тебя не пускают все как бы гуляй вася не нравится видишь ли артистам когда в зал кто-то заходит они там выступают все все многие советуют сходить вот в это кафе бульвар что ли ли столовая бульвар сейчас покажу вам вот значит пушкинский театр и вот тут на напротив на углу столовая пусть и раньше очень хвалили гали что не недорого у них поесть типа можно в центре города ну я никогда не было надо будет сходить как-то вам точно сказать хорошо там или нет вы знаете вот мне муж говорит что это вот улица пушкинская она как бы это не пушкинская это уже какая улица ленина это ленина но в общем все что здесь находится это очень похоже на европу вот точно так же красиво чистенько какие-то кофейни здорово единственная начать города прилично все остальное уже раздолбанное и тут кстати плитка мне кажется плитка тут хорошо уложено не то что сейчас кладут ни одна подписчица написала что плитку перекладывать легче так действительно легче перекладывать каждый год будешь новую класть бабосики будешь тратить из бюджета конечно легче перекладывать чтобы денежки-то заработать правильно правильно мне блин мне нравится такие знаете старые дома очень нравятся чем-то интересно как там внутри у людей квартиры вот в этих домах где же люди нам живут да живут что там у них внутри тут все красиво тут все отремонтировано отреставрировано он там здание справа пара правую руку желтенько да его тоже отремонтировали недавно сделали для телевидения по моему адвокаты какие-то вот красивые бабочки рубят видно так ну это здание да агентство псковская если информация говорят что там они внутри его полностью перекроили все помните там раньше отелье было в этом здании давным-давно опять кофейня красивые платья свадебные платье хочешь такое да но вырастешь замуж будешь выходить и будет такое платье и корона да и кольцо одену да да и да и туфли главное чтобы уже выбрать такого чтобы все оплатил правильно да так а тут значит смотрите тут есть такой пивной ресторан карл фридрих суши ни разу не было надо сходить будет как-то давно он уже тут находится там интерес смотрите как о продается продается цоколь рядом с этим карлом фридрихом 54 миллиона а сколько площадь то площадь и написано это рынок центральный ведь они вот так закрыли теперь поприличнее все это выглядит там все так в пластиковых ларечках теперь да так это что-то все это педовская общага там что это за сцена такая импровизированная интересно для педовских на каких-то мероприятий что вот я была в этой церкви у них там при церкви проход встречи для со зависимых ну для родственников анонимных алкоголиков как бы да поддерживают скажем так друг друга но мне не понравилось мы кстати об этом есть видео на канале как мой рассказ подробный ну а вот у нас раздолбанный центр города подписчики давайте с вами угадаем а за сколько они все это приведут в порядок а начали они наверно на сколько ну есть уже наверно раскопаны это все давайте ваше предложение сколько им потребуется месяцев или лет чтобы это все привести в нормальный вид я думаю что до зимы не успеют я серьезно говорю до зимы точно не сделают ну а вот в этом месте люди получают образование чтобы потом устроиться работать в школу за минимальную зарплату хотя я тоже поступала в пед ну тогда он был еще пед на исторический факультет на бесплатное поступила но не пошла учиться поступала лишь для того чтобы доказать себе что я могу поступить на бесплатное причем писала все экзамены так чисто знаете на расслабончики на дагом типа нужно я знала что я вредически как-то пойду уже точно что меня возьмут но поступила это было сложно на бесплатное поступить хотя об этом тоже есть видео на моем канале смотрите вот видите они сделали этот островочек я так понимаю это пешеходная часть потому что там эти вот штучки установлены железные нет чтобы сделать скат для колясок вот понимаете все не для людей для инвалидов не для женщин с детьми вот как так можно было сделать мы приехали в театр кукол ребенок хочет ходить сходить в театр сейчас зайдем спросим сколько стоит билет когда есть спектакля смотрите как напротив тут выстроился какой жилой комплекс не знаю как это назвать смотрите да ну кто давно из пскова уехал наверно вам будет интересно посмотреть